Собеседование с работодателем онлайн, дистанционные мастер-классы по составлению резюме, видеоконференции по психологической поддержке и переобучении на удаленке. Староскорский центр занятости ушел в интернет. Сегодня даже встать на учет и оформить пособие по безработице можно, не выходя из дома. В Староскорском центре занятости сегодня около 5000 вакансий. В основном это рабочие специальности и сезонный труд. Из-за пандемии изменился подход к трудоустройству. Личный визит в ЦЗН теперь не требуется. Достаточно зарегистрироваться на портале «Работа в России». Через этот портал ЦЗН отправляет список кандидатов и резюме работодателю. То есть работодатель просматривает очень подробное составленное резюме, выбирает себе соискателя и также на портале ему сразу по электронной почте приходит ответ, что мы, такая-то организация, вас приглашаем. И уже идет собеседование. Уметь правильно составить резюме сегодня особенно важно. Освоить тонкости написания личной презентации можно на дистанционном мастер-классе. «Работодатель хочет услышать от вас ваши сильные стороны, ваши слабые стороны. Что бы нам могли сказать о вас, ваши коллеги по работе». Специалисты ЦЗН помогут подготовиться и к собеседованию. На онлайн-тренингах и видеоконференциях по психологической поддержке расскажут, как справиться с волнением, как правильно одеться и даже разместиться на стуле. «Что мы знаем про язык тела». Коронавирус внес коррективы и в программы по переобучению. Процесс решили не останавливать. Новые профессии староскольцы постигают дистанционно. Правда, пока только теорию. Практика начнется после снятия ограничительных мер. «Мы обучаем и безработных граждан повышение квалификации, либо получение новой профессии. Мы работаем сейчас в рамках национального проекта «Демография». Мы обучаем граждан 50+, либо граждан предпенсионного возраста. И мы обучаем женщин, находящихся в декретном отпуске, либо женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, у которых имеются трудовые отношения. Вот сейчас у нас в период профилактики запущено три группы дистанционного обучения женщин, находящихся в декрете. Со вчерашнего, с 12 мая, мы запустили группу граждан 50+. На сегодняшний день в Старомосколе 1856 безработных. В три раза больше, чем в марте. Рост вызван увольнением староскольцев, работавших в других регионах, и увеличением числа, впервые оформивших статус безработных. До этого вообще не имевших трудового стажа. Получается, что максимальная поддержка для уволенных с 1 марта. Вот они, такие граждане, у которых были официальные трудовые отношения. Такие граждане апрель, май, июнь получают 12-130, вне зависимости от того, какая у них была зарплата. Всё равно, какая была. А с 1 июля мы уже будем смотреть на средний заработок. То есть, с 1 июля мы им уже будем платить сначала 75% от зарплаты, потом 60% от зарплаты, но не больше максимального. А те граждане, которые закончили предпринимательскую деятельность, даже после 1 марта, те граждане, которые работали по договорам подряда, либо по договорам ГПХ, у них нетрудовые отношения, поэтому у них пока на сегодняшний день минимальное пособие – полторы тысячи. Минимальное пособие получают больше половины всех обратившихся. Для семей с детьми есть дополнительные меры государственной поддержки. На каждого ребёнка безработный родитель ежемесячно получает по 3 тысячи рублей. В Старомосколе оформлено 264 таких пособия.